Всем привет! Продолжаем бродить по сюжетам картин. Сегодня я хотел бы вам показать картины с изображения Данаи. Самые известные, конечно, это Тициана и Рембрандта. Предыстория царю Аргоса Акриссию. Оракул предсказал смерть от руки внука. И он заточил свою единственную дочь Даная в недоступную башню. И только служанка была при царевне, она могла-то заходить. О красоте Даная прослышал Зевс. И, конечно, тихо-тихо проникни к ней, превратившись в золотой дождь. От союза Даная и Зевса родился герой Персей, который совершил много подвигов. Я еще о них расскажу в последующих маленьких своих сюжетиках. Конечно, разные художники обращались к одним и тем же сюжетам. Черпали из них то, что наиболее отвечало их творческим устремлениям. Действительно, две такие вот картины, которые, как говорится, на глазах. Это художник возрождения Тициан создал женский образ, приняющий совершенством форм и гармонии пропорций. Действительно, картина потрясающая. Позднее Данаю написал Рембрант. Для Рембранта главный внутренний мир человека. И в мифе о Даная он стремится раскрыть ложные, противоречивые чувства, которые вызывают в героине приближение Зевса. Зевс еще не пришел из столько золотой потока света, окутывающий фигуру женщины, предвещает приход Бога. Но разность ожидания, робость и волнение преображают не совсем красивое лицо Даная, наполняет его изнеснимым очарованием, как написано в Википедии. Рембрант, в общем, создал образ, подкупающий необычной жизненной правдивостью. Красивые картины. Вот хочу вам показать некоторые изображения Даная. Сегодня мы узнали, кто такая Даная. Женщину, которую заточили в башню, потому что было пророчество, то именно ее сын убьет отца и женщины. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Даная Торзок Субтитры создавал DimaTorzok